Запускайте контекстную рекламу с помощью автоматического сервиса click.ru. Это просто и удобно. Робот подберет нужные ключевые слова, составит рекламные объявления и рассчитает подходящий бюджет. Вам останется запустить кампанию и следить за ее результатами. Продвигайте ваш бизнес без посредников и переплат. Ссылка в описании. Продолжение следует... Поставьте лайк, если информация покажется вам полезной. И кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Итак, поисковое продвижение я считаю наиболее эффективное и финансово не затратное. То есть, смотрите, человек вбивает в поиск какой-то ключевой запрос и находит ваше видео и начинает его смотреть. Как сделать так, чтобы ваше видео появилось именно в топе, именно в первых позициях, мы сейчас об этом и поговорим. Давайте начнем. Подобрать тему ролика. Давайте я сделаю на примере своего прошлого ролика. Это оптимизация видео. Заходите в Яндекс.Вордстат. Пишите предполагаемую тему. Ключевое какое-то слово. Я пишу оптимизация видео и смотрю по количеству запросов. Да, самое актуальное и самое правильное словосочетание это оптимизация видео. Дальше я могу добавить SEO оптимизация видео. То есть, все отлично. С ключевым запросом я определился. Теперь буду отталкиваться от него. Второй шаг. Мы будем, конечно же, записывать видеоролик на эту тему. Вам нужно ее раскрыть. Но зависит все от вашей цели. Если хотите, можете ее раскрывать полностью. Если у вас какие-то другие замыслы, раскрывайте его наполовину. И дальше перенаправляйте людей на свой блог или сайт. Об этом я тоже уже говорил в прошлых видео. Итак, подобрали ключевой запрос, записали видео. Дальше смотрите, что мы делаем. Видеофайл, который у вас получился, мы называем вашим ключевым запросом. Это делать нужно обязательно. Это один из пунктов оптимизации вашего видеоролика. Дальше, следующий шаг. После того, как мы создали и назвали правильно файл, видеофайл, мы создаем значок для видео. У меня тоже есть обучающий ролик. И, кстати, все ссылки на все видеоуроки каждого этого шага вы найдете под этим видео. Я уже на все записывал отдельные полные уроки. Вы их можете посмотреть. Но для начала досмотрите этот видеоролик. Вот. То есть создаем отдельно превьюшку для этого видео. И... Внимание! Сейчас будет фишка. Называем ее тоже ключевым запросом. Данный файл, картинку называем тоже ключевым запросом. Это нужно, чтобы именно Google картинки видели тоже вашу картинку и выдавали ее при поиске. А дальше она уже будет служить таким якорем для перехода на ваше видео. То есть назвали картинку и теперь самое время приступить к загрузке. Переходим на YouTube. Делаем добавить видео. Переносим ваш видеофайл. Ждем загрузки вашего видеофайла на сервер YouTube. И дальше добавляем картинку. Пока видео загружается, вы пишете название. Вначале обязательно указывайте ваш ключевой запрос. То есть SEO оптимизация видео. И дальше уже смотрите по фразе, по ключевой фразе. Например, давайте я вам покажу секрет. Можно подобрать прямо из часто задаваемых запросов YouTube. Не можно, а нужно это делать. Оптимизация видео на YouTube. И сюда же добавляем. Вот. Делаем так. Такой заголовок у нас получился из ключевых фраз. То есть можно вводить и первую часть заголовка, и вторую часть. Пока видео загружается, делаем следующее. Пишем описание. В описании должны присутствовать ключевые фразы. Плюс добавляете какой-то дополнительный текст. Дальше добавляете это видео в плейлист. Теперь самое интересное. Переходим к тегам. По тегу тоже есть видеоролик. Ссылочка в описании. Пишите теги. Конечно, мы сразу используем нашу ключевую фразу. Берем одну отсюда. Оптимизация видео. Ну, возьмем и вторую отсюда. Так, дальше. Оптимизация видеороликов. То есть теги именно должны быть подходить под данный видеоролик. Я уже несколько видео по тегам записывал. Думаю, вы уже разбираетесь. Хотя большинство еще допускает ошибки. После того, как видео загрузится, добавляем к нему свой значок. И жмем сохранить, а далее опубликовать. Далее, когда видео у вас загрузилось, вы переходите на страницу с этим видео и нажимаете поделиться. Начинаете щелкать по всем соцсетям. Конечно же, в каждой социальной сети у вас должен быть создан аккаунт. Если еще не создан, не поленитесь. Потратьте на это час времени, но создайте в каждой социальной сети свой аккаунт. Потому что это очень важно. Вы постоянно должны будете все свои видео репостить вот именно в эти социальные сети. И следующий шаг, который необходимо сделать, переходите в вебмастер гугла. Ссылочку я тоже оставлю в описании. И, внимание, вот эту вот ссылочку на свое видео прописываете здесь. Нажимаете «Я не робот» и отправляете запрос. Это делается для того, чтобы гугл увидел новую ссылку, что появилась какая-то новая страница на сайте ютуба. И скорее начал ее индексировать. По крайней мере, поставил в очередь на индексирование. Это ускорит процесс появления вашего видео в поиске гугла. В вебмастере Яндекса такая возможность раньше была, сейчас ее, к сожалению, нет. И какой смысл всего этого? Вам же не просто нужно прощелкать социальные сети, и видео начнет подниматься в топ. Нет. Суть этих действий всех, которые мы с вами сейчас сделали, чтобы нагнать трафик на ваши видео. Чем быстрее и чем больше пойдет трафика на ваши видео, начнутся просмотры, пойдут лайки и будут писать комментарии. Алгоритмы ютуба поймут, что видеоролик интересен, его начинают смотреть, и он будет поднимать ваше видео в поиске. Именно в поиске ютуба. И если у вас очень сильный трафик, то, конечно же, ваш видеоролик улетит в тренды. Это, конечно, очень круто, но не каждый может это сделать, потому что такой большой трафик не каждый может сгенерировать. Именно поэтому на канале существуют подписчики, потому что подписчики при опубликовании вашего видео сразу начинают его смотреть. И вам это плюсом. Поэтому обучайтесь загружать правильно видеоролики, набирайте подписчики, смотрите мой канал, там очень много обучающих видеороликов, и выходите в топы. С вами был Стас Быков. Свои вопросы пишите в комментариях. Пока-пока.